надо отмечать фотографию до того как вы ее загрузили вот важный нюанс нормальная фотка да вот мы ее помечаем там зеленым я обычно помечаю где-то было лучше но тут квадратных тоже фотографии очень интересная более информативно это в софт нам надо фотография риту ориджин ну ну вот давайте да это мы выбираем это удаляем сохраняем то есть нас в оригинале будут ершики angle с длинной ручкой зубные нити флосса а там фотку одну мы выделили лишнюю поэтому мы вернемся в нее и посмотрим теперь спец щетки которые мы не выделили правильно же нам надо ее выделить мы ее быстро находим вот вот она и помечаю что мы ее уже использовать добрый день дорогие коллеги сегодня 28 февраля наш следующий эпизод работа над сайтом итак короткая подготовка все открываем сразу есть такая полезное сочетание клавиш command или control если это windows и латинская буква т вы нажимаете command т и у вас создается вкладка новая это очень ускоряет работу все мы зашли значит на чем остановились на брендах мы создавали под страницам вот так перейдем в нее посмотрим видите заодно вы проверяете ссылки переходите или нет значит работа над тем как все работает то есть так кликается ли все все правильно отображается уже проводится так когда весь контент залит на первом этапе наша задача сделать структуру и залить весь контент который у нас есть а затем уже двигаться дальше проверяю работу функциональных блоков и еще ошибки исправляю что у нас есть зубные щетки профи зубные щетки детские межзубные ёршики софт межзубные ёршики оригинал давайте межзубные ёршики оригинал поднимем повыше и поставим пол детские зубные щетки вот мы поставили дальше что у нас идет гели ну давайте делаем гели назовем гели с тором и хлор гексидин или как назовем их они же оба с тором вот так назовем гели с тором а там у нас будет гели с тором и втором и хлор гексидин короткое описание копируем в описании как делали вчера все фотографии удаляем ставим правильную значит что это у нас гели у нас разделе фотографии теперь есть гели посмотрим какие есть у нас здесь иллюстрации а у нас фотографии вертикальная да ну тогда только вот это а саму категорию мы поднимем вот ёршики они дальше что у нас осталось зубные щетки профи зубные щетки детские межзубные оригинал ёршики межзубные ёршики софт гели с тором скребок для языка флос лента у нас есть зубные нити вот давайте зубные нить сейчас делаем категорию и миллиона какая-то только нету картинки мы заходим во флоссы картинки я все накачал предварительно ну то есть вы конечно увидите этап подготовки материалов по сути все материалы были скопированы в одну папку и распределены по категориям если это фотографии то да вот это относится по бренда мы их распределяли а отдельный продукт фокусные выношу в отдельные папки а у нас же еще индикатор налета флосс индикаторами я бы не объединял нам нужно какая-то вертикальная фотография я бы взял все таки фотограф супер флосс потому что наиболее вертикально будет хорошо смотреться сейчас мы все эти изменения на сайте посмотрим просто блок какой-то сделаю чтобы из-за каждого на каждой закоречки не бегать сайт не обновлять то есть у нас получается ёршики гели потом скребок для языка я бы сделал группу вообще зубные щетки повседневные давайте вот такой очень полезно вот этот момент хотел бы не восстановиться это ключ ссылка вырезаем оставляем нужно использовать слова более широкого спектра чем стоматологические термины и какие-то близкие к ним дело в том что тогда ваш сайт может ну во первых восприниматься лучше а во вторых искаться по этим словам так зубные щетки повседневные это мы тоже скопировали вот кома обязательно добавляем изображение пояснялки select спец щетки и флосс вертикально мы ищем фотографию ну давайте детскую поэтому не подходит нам нужно какие-то щетки взрослые это же тоже select давайте тогда повесим отображать